С этого риторического вопроса началось совместное заседание комитетов городской думы, посвященное началу отопительного сезона. И продолжилось оно на нерве. С докладом о готовности объектов выступил замглавы мэрии Рожков. Отчитался, централизованные испытания прошли успешно. Капитальному ремонту подверглось чуть меньше пяти километров магистральных сетей. Это нам позволило выявить своевременно проблемы на местах. Всего их было 19 повреждений. Соответственно, они все устранены. Как мы все это понимаем, это потенциальная авария в предыдущий отопительный сезон. В этом году мы продолжили, несмотря на сложное финансовое состояние, модернизацию наших котельных. В частности, была модернизирована котельная номер 30. Полностью заменено морально устаревшее оборудование. Новое оборудование является достаточно энергоэффективным. А еще все жилые дома готовы к запуску тепла. Мазута хватит на всю зиму. Закуплено 352 тонны. С понедельника начали запускать объекты соцсферы. На следующей неделе подключат дома. Услышанным, тем не менее, депутаты остались недовольны. Вопрос, почему в здании мэрии тепло, а в подведомственной ему 7-й городской больнице холодно, интересовал депутата Артура Фокина. Я прошу ситуации с поздним включением лечебных учреждений тоже разобраться, потому что, ну, к сожалению, температура в больницах сейчас не соответствует нормативам. Между тем мы видим, что в администрации мне уж прям жарко стало сидеть. Александра Кузьмичева и вовсе интересовала, кто из чиновников ответит за то, что в больницах мерзнут пенсионеры, а в садах – дети. Город сегодня находится в такой ситуации, что просто в детском саду невозможно находиться с детям. Вы давайте заканчиваем так по поводу того, что на следующей неделе вы там подключите. Включайте немедленно, но в круглосуточный режим работы приходите. Всем управлением надо, значит, депутаты, мы вместо вас ставим, значит, будем крутить задвижки. Владимир Рожков парировал. Единовременно все объекты к теплу подключить нельзя. Но специалисты стараются. И к концу недели батареи должны прогреться во всех учреждениях соцсферы.